привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки сегодняшнем видео продолжаю серию снимать видео о гелиотропе так как много вопросов задаете в комментариях почему сохнут и желтеют листья гелиотропа одно видео я уже снимала покажу вам оставлю вернее ссылочку под этим видео в описании какой изначально был гелиотроп у меня в вазонах дело в том что я вам рассказывала что очень большая разница развития гелиотропа в открытом грунте и в вазонах а разница была в подкормках в открытом грунте я ни разу не вносила подкормки в вазонах я вносила такие же подкормки как и геля и также как и петуни и всем горшечным культурам я также подкармливать гелиотроп и вы знаете начали сохнуть гореть листья растение стало как бы больное листья были до такой степени черные желтые то есть растению не нравилось не нравилось наверное все же питание и после того как я прочитала и посмотрела много информации гелиотроп он не нуждается в подкормках он сам развивается хорошо поэтому если вы столкнулись с этой проблемой можно гелиотроп вообще не подкармливаться я даже обрезала побеги верхней части очистила от поврежденной листы листвы растения ничем не подкармливала ни азотным одобрения ничего больше я не вношу после того как почистила растение растение ожило из пазух листьев появились новые побеги можно это видеть посмотрите вот новые побеги они все пошли с хорошей зеленой массой на побегах появляются бутончики то есть растение у растения появилась вторая волна развития и я думаю что будет хорошая волна вторая цветение гелиотроп в открытой грузии также продолжает расти развиваться хорошо нет ни черные листвы не пожелтевший не сгоревший а в вазонах вот такие растения сейчас на данный момент в этом вазончике тоже самое посмотрите сколько пошло новых листьев побегов новых после того как мы срезали верхушечную зону этого растения растение стало больше компактная и главное здоровая так что друзья если вы столкнулись такой проблемой обрезайте не подкармливайте удаляйте все поврежденные листья побеги и ваше растение вас порадует еще до самых самых заморозков вот таком небольшом видео показала обзор развития гелиотропа после обрезки и после того как он перенес плохое развитие после подкормок понравилось видео не забудьте поставить пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие мои видео кликайте под видео на колокольчик вам здоровья удачи красивых цветов и всего самого хорошего до новых встреч пока пока